Всем большой привет! И мы сегодня поговорим о кофемашине Melita CI Touch. И тут есть интересный момент. Дело в том, что в 2019 году, вот здесь вот подсказка, в описании тоже есть ссылочка, я делал обзор Melita CI. И там я сказал такую фразу, что CI Touch это та же самая CI, только с большим количеством напитков. Так было сказано мне, представителям компании Melita. Ну а кто я такой, чтобы не доверять, если сам лично не имел дело? Ну вот представитель Melita, я всем общаюсь, он мне говорит, CI Touch это просто чуть-чуть доработано в плане больше напитков управления CI. Никакой другой разницы нет. И вот я поэтому CI Touch не хотел обозревать, пока мы не обозрели новую машину Purista от Melita, и которая по факту от Soul практически ничем не отличалась дизайном, ну только 5 степеней, помол, вместо 3. Если мы говорим о том, что пишутся характеристики на сайте. Реально, если вы посмотрите на картинку и на характеристики на сайте, что соло, что пуриста, машины-то одинаковые, по факту. Добавили один запоминающийся напиток и добавили, ну и сделали 5 степеней помол из 3. Но фактически машина готовится совершенно по-другому за счет того, что изменили диапазон регулировки помола. И машина стала работать на тех же настройках, что и старшей модели за 100-150 тысяч рублей с этого завода. И простите меня, пожалуйста, но пуриста стала варить огонь. И в этот момент я и задумался, а не могли ли поменять эти настройки и в других машинах Melita, которые стоят на старой базе, старым заваживающим узлом. А это у нас CI Touch. Так давайте коротко разница CI, да, как я уже много раз уже сказал, здесь больше напитков. Действительно, в CI проблема была вот в чем. У нас было всего 4 напитка, ну, горячее молоко и горячую воду мы не считаем за напитки, давайте. То есть у нас было, соответственно, 2 вида черных кофе, и причем они все были на базе эспрессо, то есть сквозь таблетку кофейную проходит вода. Все. У нас 2 выбора объемом, которые мы могли запомнить. То есть называлось там Кафе Крема или Кофе Лунга, это одно и то же по факту у них, и эспрессо, соответственно. И еще 2 напитка были молочных. Латте Макиято, латте Макиято, простите, пожалуйста, и капучино. Капучино, соответственно, делался в классическом порядке для кофейни, то есть вначале кофе, потом молоко, латте Макиято это трехслойный напиток был. Все. Ну и было еще 8 профилей, где мы могли эти напитки сохранить в разных пропорциях, под разными именами для каждого человека. Но по факту у нас есть всего 3 напитка, то есть это просто черный кофе, это кофе плюс молоко и молоко плюс кофе слоеное. Все. Здесь все пошло расширение, у нас и больше напитков, которые мы можем сохранить на базе эспрессо. У нас здесь уже есть и американо, когда добавляется горячая вода автоматически, и здесь больше выбора сохранения молочных напитков. То есть здесь идет более разнообразно. То есть по количеству напитков он не уступает модели, варианта и по Сивану Т. И тогда в обзоре СИА я и говорил, что с точки зрения разнообразия напитков и подстройки под себя, ну, вариант интереснее. Ну, я просто в один момент были обе машины. Вот. А здесь уже она нисколько не уступает. И еще одна разница, которая была не указана в обзоре СИА, это то, что... А возможно тогда, кстати, было и по-другому. Здесь 5 степеней помола. Это корпус, вот этот, который стоит в том числе СИА, и он еще очень древний. У меня еще был обзор на старую машину Melita Bistro. Она же Melita Lunch называлась. У нее есть еще какое-то одно название. Так вот, еще была Melita Gourmet. В общем, у них у всех было 4 степени помола, и все они были крупные. То есть они начали... Очень мелкий помол был довольно-таки крупноват. И в целом по насыщенности кофе из-за этого данная машина проигрывала и Melita Variance, и Melita Bistro. То есть тем машинам, которые стоят на новом заваривающем блоке и стоят, соответственно, на других настройках кофемолки. И вот здесь самый главный отличие от СИА. Может быть, с этого нового СИА тоже подкорректировали. Это надо будет спросить. Самое главное здесь отличие заключается в том, что здесь подогнали настройки кофемолки точно так же, как в старших моделях. И да, если вы будете готовить в варианте, если вы будете готовить в данной СИА ТЭЧ, вряд ли вы почувствуете вообще разницу. Потому что в варианте тоже нет контроля предсмачивания. И да, в варианте технически заваривающий блок используют чуть больше кофе. Максимально до 16 грамм, здесь до 14. Но положа руку на сердце, на, наверное, 5% только сортов кофе вы почувствуете эту разницу. Самое главное отличие было именно в настройках кофемолки. А здесь это все привели к единому значению. Итак, перед нами сейчас машина, которая не уступает ни его, ни седьмой серии, ни его, ни восьмой серии, кроме контроля предсмачивания, которого здесь нет. То есть, если вы покупаете свежую обжарку, чаще всего у вас не нужно увеличивать предсмачивание. И этот кофе будет прекрасно раскрываться и в этой машине, и в варианте 7-лития, и в него не 7-лития. Но если вы купите, например, сегодня тестировал эспрессо от Hips Coffee от Полины Владимировой. Ей, привет! Классная эспрессо-смесь, просто по горячим следам. Так вот, там и на одной секунде кофе был классный, и на увеличенном предсмачивании 3 секунд. Но он был по-другому, и мне больше понравился на 3 секундах. Вот здесь я не смогу это сделать. Как и в варианте, как и по Сивану ОТ, то есть ее конкурент внутри бренда. Но по Сиване ОТ и в варианте я получу просто компактные размеры. Прежде всего, это основная разница. Плюс в варианте я получу умную кофемолку. По Сивану ОТ вроде она тоже есть, но я хочу как-нибудь ее все-таки проверить. Потому что сложно сейчас доверять даже официальной информации, потому что на такие мелочи, которые обращаю я, не обращают и на внимание своя производитель. Что значит умная там кофемолка? Как боритесь с ТТС? Помните, я говорил, у нас там есть крышечка на входе в бункер кофемолки. И когда мы включаем приготовление напитка, у нас начинает работать кофемолка. И у нас за счет оборотов кофемолки, не в весах, но за счет оборотов кофемолки условно отмеряется необходимое кофе на порцию. А потом крышечка закрывается, все внутрь кофемолки нам лишний кофе больше не попадает. Машина начинает работать на холостую, пытаясь полностью перемолоть все, что внутрь попало. И в результате чего мы почти всегда получаем именно вот сейчас кофе, который сейчас был помолот, в отличие от почти всех остальных машин, в том числе не вон и в том числе CITouch. Здесь старая система, здесь по факту для полной смены кофе нужно 3 чашки по-хорошему пропустить, потому что во второй будет смесь старого и нового кофе. В первой чашке почти полностью будет старый кофе, который был вот тогда помолот. И третья чашка в основном будет новый кофе, но там будет примесь старого. Если, например, кофе пролежал просто у вас там 2 недели, ну вы уезжали в отпуск, или, например, вы меняете сорта, которые сильно друг от друга отличаются. Ну, короче, для вашего понимания, мы на тестах кофе, на Невоне, где такая же система, как и здесь, пропускаем либо 4 чашки, перед тем, как пробовать, и пробуем пятую, либо вообще 6, если кофе очень специфический был и старый. И то же самое касается смены помола. Вот самое главное отличие в пользу варианта, если выбирать ее для дома. У вас не будет тратиться столько кофе для того, чтобы почувствовать изменение помола, или для того, чтобы почувствовать изменение кофе. А что интересно, здесь, с другой стороны, стоит разделенная кофемолка. То есть, по идее, засыпает два сорта кофе. Но при этом, из-за этой особенности, которую я вам сказал, ну, это малоэффективно. В отличие от Бориса ТЭС. Потому что, ну, а толку-то? То есть, толку то, что вы засыпали два сорта кофе, вам вот поменяли, и вам нужно три спустить. Ну, не очень удобно, да? Но, с другой стороны, если сравним с варианта, то эта модель, она у нас отличается тем, что здесь больше контейнера с водой. Здесь есть молотый кофе, того, что нет посевания ОТ и варианта. Причем там автоматически переключается, когда мы открываем эту крышку. Здесь есть подогрев чашек. Ну, ладно. Условно, здесь есть, типа, возможность получить теплую чашку. Это фигня, короче. Ну, площадка есть, надо о нее сказать. Толку от нее очень не так много. И еще один момент, которого нет в варианте или посевания ОТ. Мы можем здесь готовить два правильно молочных напитка. И, соответственно, ваш вопрос. Тогда, примерно при всех равных, что купить лучше? Вариант ОТ или СИАТАЧ среди миллитра? Ответ такой. Если вы берете в офис, да, например, берите, конечно, СИАТАЧ. Почему? Ну, у вас может сложиться ситуация, там небольшой даже офис, что у вас вышли два человека, хотят попить капучино. Ну, их надо ждать, пока одному приготовится вариант, пока другому приготовится. Это, ну, получается, один человек пьет, а я только уже кофе, а я через две минуты получаю. Представьте, здесь выйдет четыре человека, а эти шесть. Шестой человек через 12 минут получит свой кофе примерно, а здесь через шесть. Это первый момент. Второе отличие от там варианта Спаси Ван, это еще байки, но не только то, что здесь 1,8 литра воды, а там 1,2, но и контейнер с водой и со жмыхом. То есть у нас поддон не надо будет часто так бегать, как в варианте. Варианте шесть чашек. Я бы выделил через три. Если пьете молочный кофе в больших объемах, через три-четыре чашки комфортно слить поддон. Через шесть уже обязательно. Здесь, ну, в 12-15. То есть, понимаете, да, какие удобства у нас здесь. А если мы берем для дома, то тут, наверное, вариант становится чуть-чуть интереснее. За счет того, что она компактнее. И за счет еще одного момента, это то, что я и сказал, по молу практически реально вы получаете свежие. И в варианте уже вот эта фишка засыпать второй кофе начинает работать. Как выяснили, как я выяснил, опытом, путем на себе. Короче, давайте по СИТач. Отличается ли она от СИА? По крайней мере, на данный момент, от той СИА, которую я тестировал, она отличается тем, что она теперь нам никак не уступает по качеству приготовления кофе старшим моделям. Кроме того кофе, где требуется увеличить предсмачивание. Здесь Мелита Бористо, конечно, будет сильно выигрывать. Потому что только там это и есть. Если берете для дома, если у вас небольшая семья, то, наверное, больше смотреть в сторону вариантов. Если семья большая, или берете для офиса, ну, относительно небольшого, имейте в виду, что здесь не надо 50-100 чашек капучино в день готовить. Она все-таки не является подназначена. Так вот, тогда берите СИТач для небольшого офиса. Рекомендованная для нее нагрузка, вот я вам делаю так, это 50 чашек общая сумма в день, не больше желательно. И чтобы капучино было не больше 30. Черный кофе в теории, если пить только черный кофе, тут можно даже и больше. Что касается профиля, они здесь тоже есть, несмотря на то, что у нас при этом много напитков, по-моему, там 10 мы насчитали с тобой, или 12. Ну, вы сейчас все увидите, вы же все это видели уже. Вот. Здесь еще можно, каждый может под себя сохранить, правда, профилей не 8, а 4, насколько я помню. Опять же, здесь сейчас все появится. Мы просто подснимали все гораздо раньше, чем сейчас записываем текст. Машина классная. Ну, то есть, то, чего мне не хватало с СИА, мне не хватало той насыщенности, которая есть в современных версиях Мелиты, в современных машинах Мелиты, в современных машинах Ниона и Миля, то есть, с этого завода, здесь она появилась теперь. Очень часто СИА и СИА Тач в магазинах типа Ситилинка имеют разницу в цене всего 2000 рублей. Для входа в меню нам требуется зажать регулятор, и мы попадем в главное меню настроек. Здесь нам доступны изменения рецептов как основных напитков, которые находятся на лицевой панели, так и дополнительных рецептов. Основные рецепты называются клавиши подачи, которые на лицевой панели, и это два варианта черных кофе, два варианта молочных кофе, и непосредственно отдельно молочная пена и горячая вода. Что мы можем менять в черном кофе? На базе эспрессо я вам показываю это количество кофе непосредственно, это в миллилитрах крепость кофе, это закладка, здесь у нас четыре степени крепости, напоминаю еще раз, от 7 до 14 грамм, и температуру напитка, их всего три, низкая, средняя и высокая. Настройки в кафе Крыма точно такие же, как в эспрессо, поэтому давайте дальше смотреть, и следующим будет капучино, и здесь у нас по сути добавляется только количество пенки, то есть это взбитого молока. Ну, мы делаем там 85, 105, там сколько вам надо. Напоминаю, что в программе капучино вначале наливается кофе, а потом наливается молоко. Менять порядок нельзя. Ну, и из последних напитков на клавиши подачи кофейных это лата макеата, и здесь нет никакой разницы в плане настройки, но в реальности разница есть, дело в том, что ваше молоко будет делиться автоматически в равной пропорции на взбитое и, соответственно, на подогретое. И вначале наливается молоко, а потом уже кофе. Дальнейшие напитки, которые в домах в напитках находятся, в моих рецептах, по клавиши рецепта переходим, и видите, здесь ристретто, лунга, американэ, эспрессо, макеатто, латте, кофе с молоком. Более подробно я говорил об этом в обзоре напитков, но по настройке у нас будет отличаться естественно, американам, мы там программируем не только сам кофе, но и количество горячей воды, которое добавляется, и также у нас будет отличие в программе кофе с молоком, правда, мы его не увидим, но тут фишка в том, что в программе кофе с молоком молоко не взбивается, просто добавляется подогретым. Программа мой кофе это и есть те самые профили, то есть по умолчанию у нас стоит всегда первый, мы можем поменять на другие, и не только поменять, но и переименовать, как видите, все напитки полностью меняются, и это круто, и соответственно, не забывайте, если вы не пользуетесь, вы можете сделать неактивными, если вы пользуетесь, то соответственно, вы можете также еще и переименовать их, чтобы у вас не было путаницы, никогда не стесняйтесь переименовывать и убирать лишнее. При нажатии на кнопке мой рецепт будут меняться профили, когда профиль закончится, он предложит вам выбрать дополнительный напиток, однако, если вы хотите быстро войти в меню доп напитков, можно не листать все настроенные профили, а просто зажать кнопку, вот и все. А если вы хотите поэкспериментировать и не менять стандартные ваши рецепты, заданные, то с помощью кнопки крепость можно поменять непосредственно крепость, не меняя настройку сохраненную, и также с помощью регулятора вы можете задать какой-нибудь объем черного кофе, который вам нужен, с помощью кнопки крепости настроить нужную крепость, нажать регулятор, и вам приготовится в данном случае 60 мл на максимальной крепости, и ни один рецепт не собьется. В меню статистики вам будет показываться не только выпитые чашки, но и количество проведенных очисток, что очень приятно. далее в уходе соответственно мы можем выбрать нужную нам очистку, а также подтвердить постановку фильтра, если нужно. В системе соответственно мы можем проверить версию ПО, либо спустить воду для того, чтобы куда-то увезти кофемашину в мороз, и чтобы ничего с ней не случилось. Господа, а у нас проходит конкурс совместно с компанией Мелита, и первым местом является автоматическая кофемашина Мелита Бористо, обзор на нее был, и ссылочка будет в описании. Данные модели, по сравнению с серией, которая лежит в основе этой серии Мелита Соло, здесь поработали с настройкой жерновов, поставили 5 степеней помола, подкрутили кое-что, и в результате данная модель готовит черный кофе нисколечко не хуже, чем старшие модели, такие как Пассиван, Парианца и Бористо. Блин, круто, и очень интересно, там программирование напитков происходит, там используется двойная система. Все подробно есть в обзоре, более точно, правила участия в конкурсе будут закреплены в комментариях к данному видео. Вторым местом будет капельная кофеварка Мелита Лук терм с термосом, такие стоят около 5000, такая стоит у меня дома, единственное, что у меня с таймером, но он нафиг не нужен при работе с молотом кофе. Крайне ее рекомендую даже купить просто так, серьезно, это пока лучшая капельная кофеварка из бытовых, с которым я работал. Мне очень понравилось, это будет второе место. И третье место будет обычная бытовая, недорогая капельная кофеварка, я пока ее не тестил. Чтобы вы знали, если вдруг вы не в курсе, именно компания Мелита изобрела вот этот бумажный одноразовый фильтр, и она начинает свои истоки именно с капельных кофеварок и капельного способа приготовления. Желаю вам удачи, смотрите закрепленный комментарий. Ну и на прощание, несколько скучных цифр. Итак, объем воды у нас 1,8, два параллельно готовятся молочных напитка, не только черных. Поддон рассчитан на 15 порций, но оптимально через 10-12 мой вам совет менять. Заварочный блок вымойте раз в неделю, но он здесь съемный. Кофемолка поделена на две части, но это условно, вряд ли вы будете активно пользоваться двумя сортами кофе, скорее всего просто запись запись в одну сразу, ну один сорт в эти два отека. Молотый кофе приготовления здесь присутствует, пять степеней помола. Крепости здесь, как ни странно, осталось как раньше всего четыре. Ну вот этот момент мне непонятен почему. Окей, максимально берет до 15 грамм, 14-15 грамм, это вот максимальная крепость. Минимальная 7 грамм в среднем. Машина классная, и мне сейчас вот именно в этом моменте очень нравится. И подсветочка, она почти всегда горит, когда что-то крутишь. И вот тут мне не нравится момент, для меня, когда я снимаю, мне подсветка даже слишком долго горит. Для вас это удобно, особенно когда полутемья включается, когда кто-то не знаю, короче, когда не хотите возиться с включением света, еще что-то. Да и в целом, когда, например, часто на кухне не самое лучшее освещение именно под гарнитуром, где стоит кофемашина, да, верхнем, в этом плане вам удобно. Мне для съемок нет, потому что светлая подсветка осветляет кофе, получается не так красиво. В общем, машиной я доволен. И если вы думали о ее покупке, рассматривали ее, то да, как минимум, вы не пожалеете о том, что ее купили. Не означает, что она лучшая в эту цену, не означает, что она единственный вариант, но просто если вы ее купите, вы вряд ли об этом пожалеете. А это, я считаю, очень высокая оценка для такой техники. Что ж, пейте вкусный кофе, покупайте хороший кофемашины, милите респект за то, что они не бросают свои старые машины и их дорабатывают. Всем пока!